С вами психолог Наталья Почеренко. Следующая тема очень, с моей точки зрения, не нужна. Опять-таки, вы уже заметили, что я все темы рассказываю, которые есть, я ничего нового не придумываю. Но просто я рассказываю то, что необходимо сейчас знать для того, чтобы разобраться в себе, в своих проблемах, проблемах и взаимоотношениях с близкими. Механизмы защиты психики – уникальная и интересная тема. Опять-таки, какие-то все из предыдущей темы, она есть в интернете, расширенная, можете читать, интересуйтесь. Мое дело дать вам костячок, основу. А там вы, пожалуйста, нарабатываете знания, если вам это нужно, если вам это интересно. Что такое механизмы защиты психики? Это защита психики от психотравмы. Вот сейчас мы будем с вами записывать, и вы очень кратенько можете себе штриховать, а что это такое. И вы будете понимать. Итак, первый механизм – это вытеснение. Механизм вытеснения. Я вам озвучил, и вы сейчас поймете, что в чему. Это забыть или игнорировать неприятности, которые вас беспокоят и тревожат. Это непроизвольное устранение. Забыть и игнорировать неприятности. Ну вот, например, глубокие случаи забывания, воспоминания о страхах, о насилиях, о каком-то обидах каких-то. Вот помним там приблизительно, что в 5 лет мама сказала, а что уже конкретно не помним? Механизм забывания. Вот помним первое предательство. Мы, может, сейчас даже и не вспомним, кто нас первый предал. Помним серьезное предательство. И то как-то так вот штрешком. Если бы мы все, представляете, если бы мы все мелочи помнили по жизни до тонкости, у нас просто крыша поехала бы. Уже только этот механизм вытеснения, он великолепен. Глубокие случаи забывания невыносимых психических травм. Детские переживания поиска любви. У кого не было первой любви в первом, в третьем, в пятом классе, да у всех. А предательство в первом, в третьем классе, да у всех практически. Мы даже сейчас не помним, с кем это что и было. Поэтому вытеснение переживаний, страданий. Меня предали. А первый сексуальный опыт. В общем-то даже можно только вспомнить, что да, это там вот было имя в лучшем случае сегодняшней молодежи, можно вспомнить. А то и вообще там непонятно как. То есть вытесняется страх, вытесняется там. И вот эти вот психотравмы, которые мы получаем по жизни, нашего оскорбления, обид и гнева. Это забывание имени человека, которого вы ненавидите или негативно к нему относитесь. Ой, помню, помню, вот был преподаватель, кстати, у меня действительно по физике преподавателя одного помню, автобус даже уже и лик размылся, потому что я его так не любил, он такой был противный. Вот то есть механизм вытеснения. Что здесь делается? Если человек этот механизм перегиб с этим механизмом, то тогда особенности этого механизма, это бояться новых знакомств, гробость и забывчивость, если этого механизма очень много. Да? И избегание и игнорирование ситуаций, которые могут быть проблемными. Да? Защищаемся. Мы не идем туда, куда мы раньше ходили. Вот если вы сейчас вспомните ситуацию, где было вам очень плохо, то вы даже проходите мимо то место, где это происходило. Это так оно и есть. И тем самым что мы защищаем свое восприятие, мы успокаиваемся, мы понимаем, что мир прекрасен. Второй механизм. Регрессия. Регрессия. Два С. Да. Грамотно пишем, да? Регрессия. Обратная прогресса. Механизм защиты. Возвращение к старому знакомому способу или действию. Приспосабливаемся. Неосознанное приспособление, чтобы свои желания все-таки удовлетворить. Самый простой вариант, регрессия. Да мама, ну дай мне конфетку, пожалуйста. Не, ну пожалуйста, ну я очень хорошо тебя. Ну пожалуйста. Что я сейчас делаю? Я регрессирую в детство. Вот когда дети начинают, знаете, вот это вот, жалость вызывать. Ну как мне не понимают. Ну маленькая такая, маленькая такая, маленькая дядька. Меня не любит тебя никто. Все, и сразу пошло внимание. Все, сразу пошло поведение. ОРЗ очень хорошо здесь работает. Вторичная выгода вызвать жалость, вызвать любое желание к себе через болезнь. Когда ребенок, мы это совершенно четко понимаем, когда ребенок заболевает ОРВИ, мы не понимаем, что он так сразу постоянно болеет. Вот я слышала эту фразу, мой ребенок часто болеет. Ответ очень простой. Вы мало его, уделяете ему внимание и говорите, что вы его любите. А мне болеет до конца, я это вообще не хочу. Не хочется, а не ходить. Вторичная выгода, однозначно. Значит, там какая-то обидно. Он сам говорит, я специально болею, чтобы не идти в сад. Он не специально болеет, это его тело говорит. Он не снять, чем болеть, но он говорит, что-то... Это его тело говорит, да. Если вы придете, вы поменяете садик или поменяете какие-то отношения, видно, там его обижают. Возможно, втихаря. И вот как раз вот эта вот регрессия начинает заболевать, чтобы туда и не идти. А вспомним в школу, когда математика контрольная работала, у нас сразу горло начинает болеть. И температура якобы поднимается возле чайника горячего. Что еще может быть из регрессии? При рождении ребенка, первенец, второй малыш начинает лезть в его коляску, ложиться на его место, брать соску, чтобы его тоже полюбили. Он же такой же маленький. Кстати, очень часто происходят проблемы, когда через там 3 годика появляется второй ребенок в семье. И получается, что 3-4 года. И тогда старший ребенок, он чувствует, что он уже обделен той любовью, которая была до рождения малыша. А малышу все-все-все внимание. Он не понимает, что когда он точно был таким манюпусеньким, к нему было точно такое же внимание. И тогда он начинает на себя обращать внимание. Он начинает одевать одежду малыша. Он начинает брать и еду его есть. Для того, чтобы вы полюбили, потому что он такой же маленький, как и так. Итак, понятно. Регрессия – это уход куда-то, да? Матусик, меня тоже сестра сильно ревновала, когда я родилась. Мама что-то там неправильное дело. И она меня всю жизнь ненавидит. Она говорит, что за то, что родилась, меня типа не полюбили. У нас вот конфликт всю жизнь. Как сделано вы? Это отдельный разговор. И не на камеру. Вот я вам расскажу, после лекции подойдете. Поведение при этой регрессии – это в первую очередь плаксивость. Это детская речь и мимика. Это склонность к мистике. Очень удобно, опять-таки, защищаться. Вы знаете, меня сглазили, я сегодня не выйду на работу. Не проплыли. Не проплыли. Да, мы вот проплыли, поэтому у нас нет детей. Бред. Все работает, и все у нас вот здесь с нами. Поэтому регрессия, мы ищем какие-то оправдания тому, что мы, например, не хотим делать или боимся чему-то. Третий механизм – замещение. Вы же понимаете, что мы сейчас будем делать тест на это дело. Сначала я вам рассказываю, потом тестируемся. И вы увидите, насколько это интересно. Замещение – это направленность или переадресация гнева или злости на другого, более слабого объекта или неодушевленного предмета. Направленность или переадресация своих негативных эмоций, чаще всего, на другого, более слабого. И неодушевленный предмет. Мы вчера говорили, когда рассмотрели стрессы, мы говорили о том, что, когда вы очень психуете, нервничаете, побейте подушку. Это как раз называется замещение, переадресация. Мы уходим, мы выгоняем свой гнев на другой объект. Самый простой пример замещения. Начальник наругал своего подчиненного. Тот обиделся, не понял, у чего. А начальнику ничего же не скажешь. Приходит домой, ругает свою жену. А она не может ему, понятно же, ничего сказать, потому что он кормилец. Жена идет в комнату, ругает сына, сбрасывает на него эмоции, которые получил. Сын психует, обижается, закрывается, бьет гулять и бьет ногами собаку. А собака до утра бежит и кусает этого начальника. И вдруг замкнулся. И когда мне задают вопрос, за что мне это, я говорю, скорее всего, где-то, когда-то вы это начали и по замещению кольцо закрылось все-таки на вас. Это всегда работает. Это всегда работает. Поэтому не спешите ругать без дела на свой дом. Объясните сначала, что происходит. Особенности поведения. Это протест против критики. Любая деятельность связана с риском. Рисковые люди, чаще всего, тоже это замещение своеобразное. Если я психую, я начинаю заниматься какими-то, ходить по бордюрам, выглядывать с балкона. Вот мне говорили молодежь, так интересно стоять на пропите балкона. Да, у меня у моей парикматерши, подружки так мальчик и погиб. Развлекались, развлекались, страх так и сгоняли, замещение, убирали страх и ходили по бордюрам, и сбросился, упал, не выдержал, не сорвался. Хорошее такое, знаете, замещение произошло. Так, грубость, вспыльчивость и самое интересное, увлечение боевыми искусствами. То есть, и, кстати, видеофильмы в том числе. Когда ваш ребенок смотрит боевики или играет в игры, вот эти вот компьютерные, то, скорее всего, он обиду, которую вы ему наносите, замещает вот на этих играх. Когда маленькие дети берут и начинают терзать кошек и собак, то, скорее всего, они замещают обиду родителей на себя. И они это выбрасывают на маленькое животное. Когда старший сын младшего начинает бутузить, или мне кто-то там озвучивал младший старшего, то, скорее всего, вот это вот, вот это вот оно. Да, это где-то внутренняя какая-то злость. Да, мы с вами рассматривали темпераменты, и мы знаем, что у каждого свой темперамент. Кто-то подвижный, кто-то спокойный, кто-то внутренний, кто-то внешний, кто-то экстраверт, кто-то интроверт. Так вот, скорее всего, интроверт, он терпит, 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 а потом, как, даст в ответ. И начинается, то, что я говорила, что еще подождите, подождите, еще старшенький ответит младшенькому, который вы постоянно бутузите. Четвертый механизм. Понятно, что я даю только основных, там, по-моему, семь механизмов, а их безумное количество много. Но хотя бы, хотя бы эти рассмотрите, потому что это все-таки глобальные и основные механизмы. Четвертый, это отрицание. Механизм защиты психики. Нам надо с тобой идти к зубам. Нет! Четвертый механизм. Я не хочу, я не буду. Четвертый механизм защиты психики. То есть, это отказ признавать факт существования неприятностей или обид. Я отказываюсь, я не принимаю, это не мое. И когда, значит, например, да, сознательно не знаю, не хочу, не вижу, вот когда говорят, вот я не воспринимаю эту информацию, вот я читаю, не понимаю ничего. Вот скорее всего, где-то внутри что-то у вас происходит и отрицание, и отторжение этой информации. И просто вы ее читаете, 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 а она не ваше. Поэтому не спешите, отложите. Это не ваша информация, не спешите, у вас другой может быть вариант. Например, спрятать волну под одеяло, отрицание, очень классное. Когда начинаем у ребенка на него кричать, что может быть, накрыться, сказать, мама, у меня еду. Да, страус в песок голову упустил. Да, или углубиться в интернет-игры. Проблем нет, это не мои проблемы, отрицание. Я вот там победитель, мы уже там говорили, а здесь я в жизни не хочу, меня здесь нет, я растворился. Особенности поведения. Это, это пафос, хвастовство, жажда признания и стремление быть в центре внимания. Я отрицаю свои негативные. Когда говорят, у меня заниженная самооценка, я говорю глупости. Пойдите на улицу и познакомьтесь сразу с 10 первыми людьми, спросите у него портбое время. И вы, получается, через отрицание, я не могу. Вы делаете наоборот, и у вас это получается. То есть отрицание может быть не на негативную и на позитив тоже. У нас просто по НЛП, когда я проходила практику, там была такая техника пойти и попросить в обед, чтобы вас накормили бесплатно. Я говорю, боже мой, да вы что, я к человеку подойти не могу? Задание, как хотите. Это отрицание, я не могу попросить. А в конечном итоге девочки приходят вот там, такие счастливые. Вы знаете, вот лицо даже поменялось. Слушайте, мы познакомились с ребятами, мы пошли в доме, все нас угостили. Счастье было безумное, с тех пор они совсем по-другому воспринимают. Опять-таки, и получается, да, или как мне говорят еще одна из техник, попросите деньги. Вот попросите, хорошо, деньги скажите, дайте 3 гривен не хватает на метро. Вот сейчас я дам задание, вот выйдите и попросите, да вы что, с ума сошли? Да я пешком лучше пойду. Отрицаем, мы отрицаем, что мы можем это сделать. А вот встали и пошли, и сделали. Дайте 3 гривен, мне так плохо. У нас такое было, я с девчонкой стояла пила кофе на улице, и подходит мужчина, солидный, лет так 40, ухоженный, красивый, при девочке. Да, Екатерина Григорьевна, мне не хватает там на метро, что-то такое. Я на него смотрю, а потом включилась. Учимся, учимся. Через отрицание учимся жизни. Так интересно. Следующий механизм. Проекция. Проекция. Проекция это выброс, да? Это приписывается другим те желания и ощущения, которые у вас. Приписывается другим желания и ощущения, которые у вас. Ну вот, например, склонны винить других в своих проблемах и бедах. Вот это, знаете, поговорка христианская, мы видим хворостинку в чужом лозу, не видим бревно в своем. Вот это вот оно. Это проекция. Мелкие недостатки не замечаем, но видим эти же недостатки у других. Осуждаем, обсуждаем у других. На самом деле все, возможно, что и у нас. И вообще, есть такое понятие, что мы притягиваем к себе подобных себе. Я всегда говорю, что если у вас хорошее настроение, и возле вас люди с хорошим настроением. Обратите внимание, если вы влюблены, так вы видите только любую вокруг себя. Если вас обидели, вы только видите все кудыки хуй, обижают. Мы подобные притягиваем подобные. Вот это вот проекция. Мы проектируем на людей себя. И одна из техник энергии, опять-таки, это подстроиться под человека. Попробовать его аккуратно проектировать на себе его поведение, его дыхание, его жесты, его позы, его мимика. И тогда человек понимает, что это вроде бы он им очень комфортно жить. Скажите, а если что-то в человеке раздражает, это то, чего у тебя нет, или то, наоборот, что... Или то, что, возможно, вы себе не разрешаете. Вот, например, меня очень сильно раздражают выпившие люди в городском транспорте. А это я никогда себе не позволю выпившие ездить в городском транспорте. Никогда. Это чья проблема? Тот, кого раздражает... Это проблема тот, если это бесит, это ваша проблема. Конечно. Нет, в каком виде? Конечно, каждая ситуация очень специфичная, может, что он не поражает. Если тебя... Если вас... Меня это раздражает, но я еду. Потому что я понимаю, что у меня нет другого варианта. Но я понимаю, что это механизм защиты психики. Я же мог вообще не обращать на это внимания. Но меня это беспокоит. Значит, во мне где-то это хорошо сидит. Осуждение пьющих на улице, да, например. Это же как раз 70-е, 80-е. Вообще же это же было позор. Я помню, мама, когда была беременная моей сестричкой, пиво продавали в бочках. Так ей стыдно было выйти и выпить бокал пива. Она брала папу, бидончик, папа ходил в это пиво, мужчина, покупал и приносил маме пиво домой. Потому что нельзя было женщине выпивать. У нас здесь, в принципе, вообще полиции алкоголя не было. Поэтому вот у меня, когда было с момента моего рождения в моем роду, так я не приемлю. Вот. И это во мне сидит. Это моя проекция на кого-то. Я... Самое смешное, знаете что? Я всегда замечаю толстых женщин еще. Притом и на пузатых. Почему? Потому что я никак не могу понять, как я похудеть, мне надо на 15 килограмм. Это мое внутреннее. И я везде, я худость не вижу, я вижу только толстых. Думаю, о, она толще мне. Слава тебе, Господи. Вот это, правильно? Поведение. Обидчивость. Поиск недостатков. То, что я только что озвучила. Поиск недостатков. Пессимизм. Злопамятство. Гордость. Ревность. Чистолюбие. Вот это вот оно. Гордость, ревность, чистолюбие. Занощивость, может быть, даже. Кстати, ревнивый человек, это какой человек? Агаистичный. Потому что это его собственность, того, кого он ревнует. Да, он сказал мужчина, да? Шестой защитный механизм, это компенсация. Компенсация. Компенсация, это попытка преодолеть реальные или воображаемые недостатки. Попытка преодолеть реальные или воображаемые недостатки. Например, реальные или воображаемые недостатки. Например, маленькие мужчины всегда любят больших женщин. Компенсация. Худые любят полный. Длинные волосы любят бьющихся прямые волосы. Им компенсируют, им не хватает. Лисы с волосами любят. Лисы любят волосатых. Инвалиды, инвалиды, вот знаете, они грубые и хомовитые. Кстати, молодежь тоже. Хомовитая и грубая, это компенсация. Внутри он нежный, он устает во внимании и в любви, а внешне хамство. Защита. Не трогайте меня, иначе буду кусать, потому что я сам по себе ранимый. Вот это вот компенсация. Стремление к успеху с заведомо проигрышной ситуацией. То есть меня прет, я знаю, что я не выиграю, проиграю, но все равно, я должен доказать себе, что я в конце концов точно. Или наоборот. Очень часто люди, очень известные, очень талантливые, но сомневаются в своем таланте. И они постоянно ищут поиски, где люди талантливые, потому что поддержали, подхватили его, иначе очень сложно. Так, особенность с тем поведением. Это постоянное преодоление трудностей. Знаете, как китайский пионер, сначала создаем трудности, потом преодолеваем. Это постоянное переживание за свои недостатки и их исправление. Вечный поиск недостатков в себе. Стремление к оригинальности. Это оно. И навязчивые мысли, воспоминания, как это было в молодости. Вот сейчас очень многие преподаватели, пожилые, они рассказывают про молодость. Боже, если бы вы знали, тогда все было вот так, это не так. Это компенсация. Я иду вот в то прошлое, счастливое. Кстати, как и мы компенсируемся? Мы вспоминаем свои красивые, когда встречаемся, мы всегда сравниваем. Там, предыдущего партнера, например, сегодняшнего. И вот тот вот был такой-то, а этот вот такой. Почему бы так? То есть обычно люди, опять-таки, говорят, компенсация, например, пары. Женщина интеллигентная обязательно выйдет замуж за какого-то, как говорят там, сельского хама, который пьет и курит. Да, и так далее. Компенсация. Нам не хватает этого в этой жизни. Вот. Да. Итак, механизм компенсации. Следующий, седьмой механизм, у нас их восемь все-таки, это реактивное образование. Реактивное образование. Реактивное образование. Хорошо. Это преображает ощущения и импульсы человека в противоположный знак. Преображает ощущения и импульсы человека в противоположный знак. Сейчас объясню, что это такое. Противоположный знак. От любви до ненависти один шаг. Вот это вот оно, ну был бы так, кохаю. Вот это вот оно, реактивное образование. Два ребенка в семье, возвращаясь старший, ревнует младшего всегда, потому что дает внимание. И что он начинает делать? Он улыбается и показывает ревно, как он его любит. На самом деле там внутри вообще кипит все. И когда ребенку старшему говорят, ты должен за маленьким ухаживать, он начинает обижаться, чтобы мало внимания. Но он делает вид, да мамочка, конечно, чтобы он его похвалили. Да? Реактивное образование. Это слащавое поведение или вежливое поведение, а на самом деле скрытая враждебность. Ой, Боже, как я тебя любишь, а ты сдохла, да? Это вот оно. Когда мы ненавидим, но делаем вид, что нам это приятно. Вот когда нам надо позвонить, а нам так не хочется, ему, ой, здравствуйте, Господи. Я думаю, не скажу, чтоб тебя уже не было в этой жизни. То есть мы это часто реактивное образование, это механизм защиты. Мы этим закрываемся. Мы вежливые должны быть, да? А на самом деле там у нас все в середине кипит. Но тут ничего не поделаешь, это работает. Вот поведение, поведение. Я вам сейчас говорю. Поведение. Это избегание общественных мест. Например, общественные бани, уборные, раздевалки. Люди не приемлят. Они вообще реактивные не принимают. Знаете, вот еще вот интересный механизм. Не приемлят голого тела, потому что так не принято неприлично. Не приемлят секса, порнографии, потому что как такое можно смотреть? Реактивное образование. Хотя внутри готов разорвать всех на счастье. Вот я читала какой-то фильм, читала какую-то книгу, где монашка, которая там в какой-то школе... Забыла название. Давно это, правда, было. Женщина в монастыре учит девочек-монашек жизни. Жбет их за каждое поведение, даже за поведение брови или, не дай Бог, какая-то прятка выпала. А по ночам уходила в город, в дом терпимости. И была известной проституткой под названием Элла какая-то. И потом совершенно случайно, когда на ней умер клиент, и пришлось вызывать полицию, выяснить, что ее работа в монастыре очень жесткая. Вот это вот называется реактивное образование. Я вас так всех ненавижу, потому что вы лучше, чем я. Вы молодые, у вас все хорошо получается. Это реактивное образование чаще всего у наших пожилых. Когда они говорят, вам хорошо, молодые, у вас все впереди. Вообще вы такие все противные. Я говорю, нет, у нас плохой молодежи. У нас плохое восприятие молодежи. Отсутствие флирта, когда неприлично что-то делать. Вот это вот оно. Когда желание быть примером для окружающих. Вот это вот оно. Вы должны смотреть, вы должны этому учиться, потому что это неправильно по-другому. Так? Осуждение флирта. Дальше. Озабоченность с приличным внешним видом. И официальным видом. Нет никаких там легкостей в жестах, в одежде и так далее. Вот это вот оно, реактивное образование. И очень важный момент. Этот человек очень сильно боится общественного мнения. Он хочет быть хорошеньким для всех. Общественное мнение для него очень важно, чтобы все про него хорошо думали. Вы же знаете, что невозможно все при всех хорошо думали. И еще один механизм. Это рационализация. Она нам всем свойственна и присуща. Рационализация. Вы знаете, выставление цепочки логической для объяснения своих проступков. Рациональное объяснение своих проступков. Рационализация. Рационализация. Попомним басню Рисица и Виноград. Как она прыгала за Виноградом, не могла его достать. Потом сказала, я его и брать не хотела. Он, наверное, и кислый. Она оправдала то, что себя, то, что она не смогла этого сделать. Мы когда с вами опаздываем на работу, мы говорим, боже мой, я сегодня опаздывала на работу на полтора часа. Вы знаете, что делать, какие пробки у нас на Троищине? Когда мне слушатели говорят, вы знаете, я еду с Троищиной, я говорю, не надо, я тоже оттуда еду. Когда мы начинаем объяснять, я была у подруги, муж пришел домой через полтора часа после того, как мы его ждали. И я слушаю, она спрашивает, слушай, а где ты был? Он говорит, пробки были в метро. Мы ищем все оправдания своим проступкам. Вот так. Дальше. Самооправдание логическим путем для того, чтобы нас приняли. Опять-таки, не догоню так согреюсь сюда же. Не догнал, ладно, зато теплее стало. И последнее, вот этот механизм, чем он интересен? Этот механизм помогает сохранить самоуважение и снятие чувства вины. Потому что что мы делаем? Мы оправдываем себя, почему мы сделали неправильно. Итак, повышение самоуважения, снятие чувства вины срабатывает седьмой механизмом. По времени нормально? Еще последнее, просто запишите себе. Механизмы защиты детей. Механизмы защиты психики детей, я не буду это описать на росте. Я буквально 6 основные вам дам. Первый. Когда мне задают вопросы насчет деток, почему так они себя ведут? Я специально вам это даю. Механизм защиты детей. Первый. Это пассивный протест. Пассивный протест. Это он что? Закрывается в своей комнате, отстраняется, уходит, лежит, не ест, отказ от всего. Пассивный протест. Это механизм защиты психики. Не трогайте меня, дайте мне отойти, не лезьте в это время ему на голову. Пусть поплачет, пусть порыдает, пусть поголодает. За голоду еще никто не умирал никогда. Так, дальше. Второй механизм это оппозиция. Оппозиция. Это открытый протест. Вот наша молодежь, особенно с подросткового возраста, юношеский максимализм включается и открытый протест. Это вот современные прически, наколки, пирсинги. Это протест. Порядочному внешнему виду и нашему заставлению. Развязность, демонстративность, хамство, матюки, пиво по дороге. И он сейчас шла, ну пацанам, ну дай бог, что было по 13 лет. Один ходит, сигарету тянет, всплевывает постоянно. И с матом, вообще русского языка нет практически. И второй так его понимает, с пивом в руках, понимает. Оно им надо. Он опять на его от этой патухи пьет, он просто умрет от того же. Он же пьяный будет, молниеносный. Еще детская совершенно детская. Ну оппозиция, я взрослый, все. Кстати, курение детей это оппозиция. Я принципиально буду курить, потому что мне запрещают в старшие. Третий механизм, это имитация. Третий механизм. Имитация. Дети повторяют нас, взрослых. Когда мне говорят, почему мой ребенок не хочет одевать юбочку. Я смотрю на маму и говорю, мама, у вас юбочка есть, зачем я в руках хожу. Вот пока вы не будете одевать юбочку, наш ребенок тоже не одет, девочка. Поэтому имитация взрослых, дети наши повторяют. И это тоже его механизм. Они кумиров повторяют, у них есть свои кумиры, свои любимые герои. У них есть свои определенные старшие, которым они имитируют, они даже повторяют по голосу, по жестам. Четвертый механизм, это эмансипация. Знаю, что это такое, да? Отсутствие контроля. Я взрослый. Вот, это всего лишь механизм защиты. Он хочет быть самостоятельным, а мы его давим на него. Эмансипация. Следующий, это компенсация. Это стремление ребенка объяснять свою слабость или неудачи в одной области, заменять успехами в другой. Я, например, я плохой ученик, но зато я побеждаю во всех драках. Ты говоришь, что я хилый подросток, но зато я отличник. Там собственная непривлекательность, зато я отличница. Заниженная самооценка внешности и комплекс отличника сто процентов включается. Это компенсация. Если не то, так то. Кстати, это уже и у взрослых такое есть, но у детей это очень развито. И последний очень мощный механизм защиты у детей это изоляция. Изоляция. Тоже мы часто встречаем, когда ребенок замыкается и уходит. Изоляция. А у взрослых нет? Что? Ну, взрослые, они уже понимаете, не могут. Муж-то может в клубной дверью уйти. Но завтра они уже возвращаются, поэтому начинают искать. Да, тоже есть изоляция. Я же говорила, что я вам дала только основных 8 механизмов, а их 15. Я только дала основные, которые очень часто встречаются. Изоляция. Например, ребенок берет куклу, зверюшку и играет с ней. И тем самым он закрывается от родителей, он как ребенок. Он родитель, а игрушка это он ребенок. Изолируется, он закрывается с ребенком и занимается воспитательной работой по отношению к младшему. Но между тем не общается со старшими. И в принципе вообще это перенос проявлений на неживое существо. Перенос своих обид, мыслей. Вот часто дети начинают что рассказывать? Воспитывать куклу, как мама воспитывает его. Все, дорогие мои. На этом спасибо вам за внимание. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.